сейчас я вам продемонстрирую работу самодельной инфракрасной паяльной станции бюджет который до 1000 рублей сделана она из простого прожектора с галогеновой лампой мощностью лампы 150 ватт и вот такого реостата регулятора который тоже приобрелся в обычном магазине для обычной лампочки люстры вот мощность этого реостата позволяет регулировать ток до 100 ватт вот на этом регуляторе нанесена шкала тарировки с градусами то есть взяли обычную термопару и промерили соответствующие участки протарировали шкалой шкала до 280 градусов этого достаточно чтобы плавить олово обычная вот сейчас я покажу как она работает вот таким образом размещается видеокарта вот чипом вверх вот включаем подогрев предварительно выставляем 100 градусов вот теперь нам нужен флюс чтобы мы промазали чип флюсом плюс используем обычный канифоль плюс спирт спиртовой флюс вот таким образом по кромке наносим его как бы аж прям затягивает туда по чип конечно рыболинг нельзя произвести с такой станции паяльной но допустим прогреть дешевую видеокарту вполне можно ну дабы демонстрировать вам ее возможности я чип полностью демонтирую вот спирт уже испарился из флюса еще подкидываем дровишек здесь ее невозможно просто есть в шый флюса еще подкидываем дровь и в шый дровь и дискомцеп High Вот уже поплыл чип. Маленький его пошевелили. В общем, решили попробовать восстановить видеокарту. Вот, сейчас я не полностью выключил лампу, а только наполовину, примерно на 100 градусов. Я ее включил, чтобы у нас плата текстолит остывал равномерно, не быстро. Если быстро, он может деформироваться и все наши старания будут напрасны. Видеокарта остыла, установили ее в системную плату, сейчас попробую. Может быть, будет бомболео. Ничего не происходит. Леченька. И дым не идет, странно. Все, ушел в защиту. Пишет, приготовленный пищу. Ставим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...